Да, слава Богу. Слава Богу. У нас Илья подготовил слово небольшое. Он немножко переживает, что оно не совсем по теме. Илья и подготовил слово. Всё по теме, всё по теме, да. Питер, поможем ему поставить? Да, всем привет. Здравейте на всички. Меня зовут Илья. Кто ещё меня не знает? Смотрю много очень новых лиц. Очень приятно. Казвам се Илья. Ако някой не ме познала, има много хора днес. Да, сегодня очень классный праздник. Тут так всё у нас украшено. Днеска... Да, давай, давай. Днеска има хубав праздник. Всичко е красено. Да, очень славно, когда мы можем благодарить Бога, воздавать Ему благодарность. Это очень важный праздник. Хотя он как бы... Ай, давай, переходи. Много добряк, когда мы можем да воздаваемый славу на Бог, да мы даваемый благодарность, и в то же праздник. Да, сейчас я соберусь. В смысле? Я вас тоже люблю. В общем, сегодня мне не будет проповедь. Будет такое слово «знание», можно сказать. Няма да я проповедь днес, с факте или логически? Да, так же сегодня будет логика и факты. И несколько, что мы логика и факты. Да. В шестой главе второго послания Коринфянам Павел задаёт несколько вопросов, очень простых вопросов. В шестой главе от второго послания к Коринфянам Павел задавал некому простому вопросу. Да, на которые простой человек, он с лёгкостью даст ответ правильный. И я хочу выделить эти несколько вопросов. И с кем будут ближе эти вопросы? Да, как тему слова «знание». Как ту тему на слово «знание». Сега забелязах, че Иисус има спокоен поглед. А Сатана, он очень взбешён, естественно. Сатана е ядосен. Да, знаете почему? Потому что они оба знают, какой будет результат их битвы. Да, и в общем, два вопроса. Что общего у света с тьмой и может ли быть согласие у Христа с Велиаром? И первый вопрос. Какво има общего светлёнка и темнёнка? И второе, то дали има согласие между Христос и Велиар? Велиар, если кто не знает, это название одного из падших ангелов. Или кто-то говорит, что это название самого Сатаны. И некоторые говорят, что Велиара твое имя на единопадный ангел или имя на самая Сатана? Да. Сегодня мы отмечаем праздник благодарности и выражаем благодарность Богу. Несколько праздник на благодарность, и тази благодарность указанным к Богу. Да. Исторически так сложилось, что этот праздник осенью проходит, потому что собирается урожай. Исторически такая сложность, что этот праздник минало презисенте, за что это собирают житвы. И люди могли продемонстрировать физически, за что они благодарны Богу. И физически хората биха могли покажать, за что са благодарны на Бог. А если мы посмотрим в историю самых первых людей, Каин и Авел. Ако погледнем историята на первите хора, Каин и Авел. То они тоже начали приносить благодарность Богу, видя жертвы. То есть Авел принес от плода земли. И те също донесаха плодовете от земята, като благодарность к Бог. Авел донеса от плодовете на земята. Да. Каин принес от плодов животных. А Каин донеса от плодовете на животните. А Каин принес от плодов земли. А Авел принес от плодов животных. Авел донес от плодовете на животните. А Каин от плодовете на земята. То есть мы видим, что самые первые люди, они уже приносили благодарность Богу. У нас это жатва, в Америке это День Благодарения, в Израиле это Праздник Суккот или Праздник Кущи. Житва при нас в Америке День Благодарения, в Израиле твой Праздник Суккот. Да. И очень важно в наше время рассказывать детям и показывать личным примерам, что важно относить благодарность именно Богу. И в наше время много важно, не сами да го правим, да показаме на децата си, как е важно да благодарим Бог. Да, чтобы и наши дети и подрастающее поколение, молодежь, они видели разницу, в чем разница, когда мы благодарим Бога и какие результаты после того, как мы благодарим и воздаем хвалу Богу. И наши деца да виждат резултаты от того, когда благодарим Бог и молодото поколение да ги научавам. И разница, когда люди празднуют мирские языческие праздники. И сегодня очень будет яркий пример именно такого праздника, потому что... И днес? Да. Ще има яркий пример на таков праздник. Потому что буквально через два дня будет праздник в кавычках Хэллоуин. За что до следующих два дни ще има праздник Хэллоуин? Да, я хотел бы, тут будут и факты, и логика. Только что има факты и логика. Да, немножко перенесемся в 4 век до нашей эры. Да, следующий слайд. Ще уйдем в 4 век до нашей эры. На территории Ирландии и Шотландии современные проживали такие племена, как кельты. И на территориете на Шотландии и Ирландии соживели келти. Да, это были языческие племена, и они делили год на две части. То есть это была лето и зима. Това са языческие племена, и те са разделили година на два, зима и лято. Как светлое и темное время года. Как светлое время и темное время. Как в прямом, так и в переносном смысле. В пряко переносном смысле. И в ночь с 31 октября на 1 ноября у них был праздник Благодарения, 31 октября. А 1 ноября у них был праздник Нового года. То есть это был как один большой праздник. И от 1 октября, к 1 ноября, са имали праздник на Благодарение. И 1 ноября, са имат Нового година. Да, и кельты верили, что в эту ночь грань между духовным и физическим миром стирается. И келтите савярвали, что рыба между духовным и физическим, 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 физическим и темные силы имеют прямой доступ в наш физический мир. И темные силы имеют доступ в наш физический мир. А жрецы кельтов их друиды назвали. И жрецы на келте, называются друиды. Они рекомендовали или советовали людям одеваться в разную нечисть. В смерть, в бесов. И те сопрепоручивали находиться, чтобы себя обличать во некакви дрехи, которые приличат на смерть, некакви злые духовые. Да, они верили, что это как бы спутает злые темные силы. И они будут принимать людей как за своих, как за бесов, за какую-то нечисть. И те савярвали, что такая злитая сили, которую идут в този день, те, что сэубыркат, и нямадо докоснат тези хора за что-то сэублеченникат у тях. Да, можно следующий слайд. Вот. Этот праздник у Нисы назывался Самаин. То же праздник притягся и наричал Самаин? Да, они выходили из своих домов, тушили огонь везде. Теса излезали от кыштетеси, изгасывали огонь. Оставляли еду для духов. И уставили с охрана за духу, в это за что-то савярвали в тях. Уходили куда-то на поляны, жгли костры. Утивали с кампуляниты, сазапалывали огонь. Прыгали через костер. Скачали. То есть този огонь. Соответственно, гадали, колдовали, занимались всякими нечистыми обрядами. И правили с различными нечистыми обрядами. И в том числе делали жертвоприношения человеческие. И соправили чуешки, чуешку жертвоприношения. Да, да. В самом начале... За жертвоприношения соправили со схоротой. Да, в самом начале у них вообще была такая традиция. Они в день Нового года, 1 ноября, выбирали короля года. И те саймали традиции в первый день на Новогодино. Сайзбирали короля на Тазьбудино. Да. То есть этот год он царствовал. И 31 октября они его приносили в жертву. Идин год той царува. И после на 31 октября приносили его в жертву. Да, вот такие вот ребята опасные были. И тут такие вот опасные хоры слюбили. В общем, не буду долго объяснять, чем они там еще занимались. Я могу объяснять вам долго, как вы соправили лошадь. Да, я думаю, достаточно. Мы сейчас достаточно. С приходом христианства, то есть когда католическая церковь, она начала захватывать все территории и обращать людей в христианство. Когато католичната церковь и започнала да има повече власт и да обраща хората к христиане. Да. В 601 году Папа Римский и Григорий Первый дал наказ превращать языческие праздники в христианские. И през 601 година Григорий Первый и Папа Римский са направили такава заповед. А языческие праздники превращают в христианские праздники. И 1 ноября был назначен День Всех Святых. И 1 ноября твой день на всички-то святых хоров. По-английски он назывался All Hallows' Day. 31 октября, соответственно, превратился в вечер перед Днем Всех Святых. All Hallows' Eve. И 31 октября я перевернула в День. И, соответственно, уже к концу 8-9 века Самаин слился с Днем Всех Святых и стал называться Хэллоуином. И самое печальное, что Хэллоуин вобрал в себя и языческие обряды, и культуру, и традиции католической церкви. И точно то, что тот день Хэллоуин собрал в себе традиции на языческие традиции и христианские традиции на католичную церковь. Да, но суть и дух праздника, он остался прежний. Но сошненостой духа на праздника я устанула с иштатым. Да, в чём была опасность? В том, что католики у них тоже были некоторые таки отклонения. Они общались с душами мёртвых, приносили за них какие-то жертвы, тоже мессы совершали. Да, и это получилось как точка соприкосновения между языческим праздником и христианским. И твоя точка между языческими праздниками и христианскими праздниками. Да, в вечер перед Днем Всех Святых люди начали ходить по домам. Вечер то, приди Днем Всех Святых хора, хора-то совершали, послушавали различные кышти. Да, и совершали молитвы за усопших, за умерших. И сосомолили за мертвых хора. И получали какое-то угощение за это. И получавали подчерк, как награду, да. Как ту награду. А позже это превратилось уже в забаву для детей, они ходили по домам, как мы знаем, говорили сладость или гадость. И два вечера следва я превратил в детское занимание, те саидывали и заказывали сладость или гадость. Да, если люди как-то позитивно реагировали, не давали им там конфетки, сладости. Ако хора-то реагирует позитивно, там са им давали некакие сладкие нечто. А если не давали, ну дети там могли какую-нибудь гадость им сделать, че-нибудь намазать, там ручки клеем под коврик, что-нибудь невкусно пахнущее положить. А куны саим давали некакие бумбони, то гава-то есть деца, соправили нечто ложь у затяг, слепиуда сложат надрыжка на вратат или нечто такого. Да, в общем, вся суть языческого праздника, она тоже осталась. И как же, а как же сейчас вообще празднуется праздник? И как всегда сопразднула тоже праздник? Да, в наше время. Ну, соответственно, люди наряжаются вот всякую нечисть, ведьм, колдунов, там смерть, маска-крик, ну в общем, все самые сливки, зомби там тоже есть. И парады-то се обличат в различные дрехи, като смерть, вещицы, зомби и така нататък. Да, проводятся такие парады, там вечеринки, где гадают, вызывают там души, пытаются, может быть, у кого-то, может, это получается, я не сомневаюсь. Да, украшаются и дома разные бесовские атрибутики, и машины украшают. Да, в общем, масштабы поражают, потому что, допустим, по статистике в Америке, это второй праздник после Рождества. И масштабите ме изненадоват, защото в Америка твое второе праздник след коледа, който празднуват. Например, в прошлом году было потрачено людьми около 10 миллиардов долларов на этот праздник. И именно в эту годину хората са исхарчили повече от 10 миллиарда за този праздник. Да. И, к сожалению, некоторые христиане, они не видят ничего вообще, то есть страшного в Хэллоуине, воспринимают это как шутку, как какую-то забаву. Да, считают его приемлемым для себя, для своих детей. Но, скажу вам честно, именно этого сатана и добивается. То есть скрыть эту явную грань между бесовским, хотя она для меня лично очевидна здесь. То есть этот праздник Хэллоуин, кто-то умудряется называть христианским даже праздником. И някой дори успеват да нарекат този праздник Хэллоуин христианский. Да. И хочу напомнить, что духовный мир, он на 100% реален. Может быть, многие из вас его никак вживую не видели. И искам да ви напомня, че духовния свят и реален. Может быть, и не сте го виждали. Да, но он 100% существует. Но 100% то есть существует. И в духовном мире нету места шуткам, забавам. И в духовном мире нету места шуткам, забавам. Да. Все нечистые силы и сатана, он на полном серьезе воспринимает любые действия, отношения к нечистым силам. И дьявол и нечистые силы воспринимают тези шаги как истина. Да. И сатана использует любую возможность, чтобы получить доступ к душам людей. И то есть сатана использует различные методи, чтобы получить доступ к душам людей. Да. Сейчас можно следующий слайд. Здесь очень кстати будут слова вот этих двух людей. Первый – это Антон Лавей. Это основатель церкви сатаны. И вот, что он сказал. Я рад, что родители христиане позволяют своим детям поклоняться дьяволу хотя бы одну ночь в году. И Антон Лавей – это основатель на церкви сатана, где говорит, что я радуюсь, что родители и христиане позволяют на децата си да се поклонят на дьявола поне една ночь през годината. Да. Второй человек – это бывший сатанист Джон Рамирас. Второй человек – это бывший сатанист Джон Рамирас. Да. И в своей книге он… Вот эти следующие строчки. Это строчки из его книги. Кстати, у него есть интервью на русском языке, опережденное. Если кому интересно, можете и послушать. То есть уж ты имеешь интервью на русский язык со снегом. Да. И вот, что он говорит. Мы думаем, что не совершаем никаких-либо демонических ритуалов и человеческих жертвоприношений. Но знаете ли вы, что вы уже пожертвовали своими детьми духовно, наряжая их в соответствующие костюмы? И това е цитата от книгата на Джон Рамирас. А сейчас мы думаем, что мы не делаем никакие демонические ритуалы и человеческие жертвоприношения. Обаче знаете ли, что вы уже пожертвовали свои дети духовно, когда их обличаете в соответствующие костюмы? Это язык фактов. Это язык на факты. Да, потому что человек, бывший сатанист, я думаю, что он не соврет. А защото този человек, бывший сатанист, я думаю, что они действительно чувствуют очень мощную бесовскую силу. И ако читаете книгите на Вещи Цим, может там да се прочете, че те в Дни на Хелуину усещат силата на бесовете. Да. Как же христианам тогда относиться к Хелуину? Как тогда христианите да се относят к Хелуину? Да. Здесь представлены пяти фактов. И на все вот эти факты есть ответы из Библии. Прямо четко. Тук има пет факта и на всякий един факт има отговор в Библия. Так, факт первый. Първият факт. Хелуину – это языческий праздник поклонения бесам и дьяволу. Хелун – это языческий праздник на поклонения бесовете и дьяволу. Да, все сатанисты считают Хелуину – это самым главным их праздником. Это как день рождения Сатаны. И сатанистите смятат, что это самый главный праздник за цех, защото это как рожденный день на Сатана. Да, в церкви Сатаны устраиваются разные черные месы. Да, с проклятиями, жертвоприношения, различные оргии. В общем, все самое страшное и нечистое. Всичко страшное и нечистое. Да, Библия говорит так. 1 Коринфянам 10, 20, 21. И Библия так оказывала в первом послании к Коринфянам 20 глава от 20 до 21 стих. Но когда язычники приносят жертву, они приносят ее бесам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы были причастны к бесам. Вы не можете пить из чаши Господа и из чаши бесов. Вы не можете разделять и трапезу Господа, и трапезу бесов. Но казвам, че онова, което жертвуют язычниците, жертвуют го на бесовете, а не на Бога. Но аз не желая вие да имате общение с бесовете. Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша. Не можете да участвуйте в Господната трапеза и в бесовската трапеза. Факт номер два. Хэллоуин, праздник тьмы. Празднование не только начинается с наступлением темноты, а в целом в этот праздник тьма – это одна из составляющих этого праздника. Когда приходила ночь, люди зажигали костры, проводили через них детей, скот. Да, вызывали дьявола и разную нечисть. По статистике в темное время суток самое большое количество происходят преступлений. Ну и в целом тьма – это как символ зла и греха. Есть одно хорошее местописание – это Иоанна 8 глава, 12 стих. Это как же нам нужно христианам относиться ко тьме. Как христианите трябва да се отнасят ко темнината. Да, Иисус снова заговорил с ними. Я свет миру. Тот, кто пойдет за мной, не будет блуждать во тьме. С ним будет свет жизни. Тогава Иисус пак им говори, казвай, ки асам светлината на света. Което мы следва няма доходи в темнината, но что има светлината на живота. Здесь Иисус очень четко показывает позицию тьмы и света. Иисус тук ясно показывает позиция на темнината и светлината. Церковь должна сражаться против дел тьмы и демонического мира. Церковь должна бореться с темнината и делами на темнината. И не должна участвовать в праздниках, посвященные тьме. И не должна участвовать в праздниците, които са посвятения на темнината. Третий факт – Хэллоуин – это праздник смерти. И третий факт – че Хэллоуин – это праздник на смерти. В старину из-за страха смерти люди пытались как-то задобрить смерть или ее уважить. И в древностях хората са се страхували от смерти и за това са искали да проявят уважение ко мне. Да, то есть они приносили жертвы для того, чтобы избавить себя от смерти. И те са доносили различные жертвы, те да се махнут от тази смерти. Да, то есть раньше у людей был какой-то страх и, можно сказать, уважение к личности смерти. И пройди хората срима или некого страха и, можно сказать, уважение к личности смерти. Да, но сейчас в современном мире мне даже становится страшно за людей. И сагава в современном мире святыми става страшно за хората. Я имею в виду за мирских людей, которые... За обикновение хората. Которые так поверхностно воспринимают смерть и относятся к ней как к какой-то шутке, приколу. Да, и демонстрируют это как какой-то объект, несуществующий вообще, как будто это их не касается и никогда не коснется. Христиане же мы празднуем, наоборот, жизнь. Мы празднуем праздник жизни. И верим в Иисуса Христа, который нам дает жизнь вечную, а не смерть. И не верим в Иисус Христос, который не давал вечный живот. Да, и прочитаю из Осии 13 главы, 14 стих. И что прочитаю от Осия, 13 глава, 14 стих. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Да, раскаяние в том не будет у меня. От силата на преисподнята, что ты ги искупи, от смерть, что ты ги избавя. О смерть, где саязви тати, о преисподню, где погубительна татья сила. Колкото за това аз нема да видя раскаяване. Такое обещание нам дает Иисус Христос и веру в будущее и надежду, что от власти ада и от смерти он нас искупит. И такая обещание Иисус Христос и дава веру в будущее, что не искупил тази смерти, не дава надежды. Да, время очень быстро идет. Сейчас последние два факта. Четвертый факт. Четвертый факт. Хэллоуин – праздник страха. Два праздника на страха. В наше время празднуется вообще не из-за страха этот праздник. В наше время този праздник празднувался не заради страха. А как будто в честь страха. А в частину страха. То есть люди создают условия, для того, чтобы им было страшно. Ходят совместные просмотры фильмов, ужасов. Глядят страшные фильмы заеду. Устраивают ночные вечеринки, где нанимают специальных людей, чтобы их пугали. Те организирают ночные партии, и кайнят хората, куда-то даги плашат. Да, то есть специально хотят испытывать чувство страха. Нарочную искать, чтобы испытывать чувство страха. И по статистике, опять же, последствия очень плохие. И по статистике, это последствия садо стало лучше. То есть если взять статистику, то после Хэллоуина очень большое количество людей с психическими расстройствами поступает. После Хэллоуина има много хора со психическими расстройствами. Да, то есть повышаются жалобы на ночные кошмары. Им от получения ночные кошмары. По статистике, количество суицида увеличивается. Увеличалось и количество на самоубийство. Да, у меня вопрос, хотели бы вы такое будущее для своих детей? Я думаю, ответ очевиден. И прочитай из 1-го Иоанна. Да, 4-я глава, 18-й стих. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Да, и последний, пятый факт, традиция Хэллоуина – это гадание, вызывание мертвых, колдовство. И факт 5-я, традиция Хэллоуина – это выгоны на мертвите, гадание. Как гадание, я не знаю по-балгарски. Кто-нибудь знает, как гадание? Когда на руке гадают. Гадание. Чародейство. Это все представляется как какое-то безобидное развлечение. И това всичко се представя като безопасно заповлявание. И самое печальное, что для толчком вот этого всего продолжения, этого языческого праздника. И началото за този праздник. Да. То есть, опять-таки, если мы посмотрим в историю. Ако погледим историята. В точке соприкосновения католических праздников и обрядов. Что практика общения с мертвыми. И практика наобуштованная с мертвыми. Она ни к чему доброму не приводит. Това не довезда ко мне, что добро. Да. И вот, что Библия об этом говорит. Это Исаия, 8 глава, 19 стих. И Исаия, 8 глава, 19 стих. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чередеям, к шептунам и к червовещателям. Тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых, а живых? И готови реку, допитвайте се до запитвачите на зли духови и до врачовете, които шепнат и мърморят. Отговорете, не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мертвите заради живите? Опять-таки, здесь вот самый последний вопрос с очень ясным ответом. Спрашивают ли мертвых и живых? И последний вопрос, очевиден, дали питат мертвите заживите. Какая логика в том, чтобы обращаться к умершим? Какова е логика, да се убръщат к мертвите? Опять, если мы подключим логику, то мы увидим, что это явная уловка сатаны. И ако включим логиката, и ще видим, что такая сатана се опитва да не измаме. Поэтому нас Бог наделил логикой и умением анализировать факты. Затова не имаме логика и можем да анализираме фактове. Поэтому мы называемся людьми. И затова сме хора. Да, и в самом конце я прочитаю последний стих. Это второе послание к Коринифинам, 6 глава, с 14 по 18 стих. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, с 14 по 18 стих. Откуда и были взяты эти вопросы к этой теме. Не преклоняйтесь перед чужой ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого. Как сказал Бог. Вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Да, я думаю, что вывод становится очевидным. Зная историю и атрибутику этого праздника, я думаю, нам не составит труда ответить на вопрос, стоит ли его вообще как-то отмечать. Извода и очевиден, като знаем историю на този праздник, и можем лесно отговорим на тези вопроси. Да, пожалуйста, научите своих детей, своих подростков, и хочу, чтобы молодежь услышала. Научайте децата си, тинейджерите и младежите. Да, как мы должны относиться к этому празднику в кавычках. Те дачуют, как требует, да се относим к тому же праздник в кавички. Да, чтобы быть на страже своего сердца. Да, упазваме в сердце туси. И своей души. И своята душа. Чтобы не впускать ничего бесовского и демонического в свою жизнь, в свою душу и в свое сердце. Да не пускаме никакие бесовские неща в своята душа и сердце. Да, спасибо, что меня выслушали. Да. Да, все-таки у нас сегодня праздник, поэтому давайте улыбнемся. Да, и поблагодарим Бога, что мы направлены на месте. Да, и...